Электроуле, Шолохов, Тихий Донберг. Да, я стояла против него, задыхаясь от поступившей горло нервности, от жалости и томительного ожидания чего-то страшного, что должно было случиться вот-вот, сейчас. Сейчас смотрела в лицо ему и никак не могла понять, видит ли он ее и узнает ли. А Иван Алексеевич все так же тревожно, взволнованно шарил подолбья одним дико блестевшим глазом и вдруг, увидев и узнав дальнюю, шагнул, очнулся. Она подошла к Иван Алексеевичей в плаку, часто и мурно дыша, с каждой секундой все больше и больше бледнее. «Ну, здорово, охманек!» Звенящий, страстный тембр ее голоса застал рассыпнуть, тихо, как тишина был холода, но твердо расшипал. Старого, как и вода, расскажи ли, король, не миху мое, как ты, кума своего, как-то моего мужа Петра Контилеевича убивал казни. «Неоткома, не казнил я его?» «Как же это не казнило?» Еще выше поднялся дарин стенящий голос и свыше снежкой кашевым казаков убивали. «Вы!» Было и так, что он говорил. Впоследствии дарья говорила, что она не помнила, как и откуда в руках у нее оказался гавалерийский коробел, кто ее подсунул. Но когда согласили бабу, она подчеркнула в руках своих присутствие постороннего предмета, не глядя, но в общем догадалась, что это линтовка. Она схватила ее сначала за ствол, чтобы ударить Ивана Алексеевича прикладку. Но ладонь ее пыльно бальзились в ушах. И она перехватила пальцами накладку, потом повернула, спинула линтовку и дальше взяла на ушку левую сторону груди Ивана Алексеевича. Отдача заставила ее резко качнуться. Звук быстро нарушил, но сквозь сушеные прорези глаз она видела, как мгновенно, страшно и непоправильно изменилось дрогнувшее лицо Ивана Алексеевича. Как он развернул и сглажил руки, словно забираясь спрыгнуть с большой высоты в воду, а потом все. Папа на спу. Дальше бросил винтовку, все еще не отдавая себе ясного отчета в том, что она только что сделала. повернула спиной упавшим и неестественным в своей обыденной простоте жестом оправила головной платок, подобрала выбившиеся волосы. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ